сегодня мы поговорим о гражданских дронах оценим их количество поговорим о том кем и где они применяются также поговорим о инструментах их контроля противодействия и управления для специальных случаев напомню что данное видео выходит при поддержке компании ckbr ссылка на нее как обычно будет внизу пока мы занимаемся научными разработками делаем новые прорывы в части беспилотников создаем системы экосистемы и так далее есть одна уважаемая компания из поднебесной которая не оглядываясь ни на кого выпускает на гражданский рынок технику которая является но скажем так честно в топчиком с точки зрения возможности того что она умеет с точки зрения ее производительности то есть сколько она может находиться в воздухе как далеко она может летать и так далее связи с ограничениями законов будем говорить про россию есть ограничение на мощность передачи данных на дальность полета на закрытые зоны и так далее в одной из лекций посвященной цифровым летательным аппаратом открытой архитектуры мы как раз говорили как такого рода запреты обходятся и об этом надо знать техника рассчитаны на полеты далеко на полеты высоко на полеты скажем так с высоким качеством радиоканалов то есть мощность передачи высокая а мы должны понимать что та техника который продается в магазинах она достаточно легко происходит разблокировка или взлом дрона так называемый это носит массовый характер потому что нет смысла платить за дрон сотни тысяч рублей но по старым ценам сейчас это больше конечно же нет смысла платить огромные деньги за дрон который будет но скажем так использовать свой функционал меньше чем там на пять процентов соответственно покупатель заранее зная о том что дрон может быть разблокирован покупает его соответственно производит эти несложные операции давайте проведем оценку каков объем произведенных устройств которые в данный момент могут быть подняты в воздух у меня нет точных данных но анализ продаж за тысячи девять за 2018 год показал что за полгода производится за полгода было продано на территории российской федерации 90 тысяч изделий летающих то есть дронов компании диджай их разли различных для разных целей для разных ну имеющие разный функционал 19 разных моделей несложная арифметика дает нам цифру в два с половиной миллиона действующих изделий по россии два с половиной миллиона только по россии вот такая вот гражданская беспилотная авиация чему это привело это привело к тому что во всем мире пилоты на взломанные техники летают в разных местах где летать собственно не положено поэтому компании диджай было скажем так выставлено требования к организации системы технических средств для контроля техники которые они же и выпускают таким решением является аэроскоп посмотрите это решение в интернете есть особенностью данного решения она не является стандартным она не продается на открытом рынке нужно написать некий запрос компания чтобы вам его продали перевив соответствующие документы что вы не просто гражданский какой-то человек который решил попробовать его купить и посмотреть что тут вокруг меня летает а представляете ту или иную организацию в рамках госверхных структур скажем так но только в данном случае только в этом случае это решение будет продано соответственно будет осуществлена поставка мы сейчас будем говорить про технические характеристики хочу обратить внимание на то что в интернете указываются разные технические характеристики в том числе и за одно и то же время отсюда мы можем сделать вывод что уважаемая компания из поднебесной она продает данное устройство в зависимости от того кому продает с разным функционалом просто нужно про это помнить какие функционалы обрезаются какие работают я сказать ну при каких условиях я сказать не могу потому что в закупках ни разу не участвовал я могу рассказать я вам буду рассказывать про те про тот функционал который есть напомню наш подкаст где-то полгода назад который был посвящен а скажем так юридическом юридической битве между федеральной комиссии по связи сша и компании диджай специалисты федеральной комиссии по связи сша провели анализ у себя для того чтобы оценить какое количество специальных подразделений прям давайте гречи открыто спецслужб сша используют во время спецопераций дроны на компании диджай до взломанные да там значит используемые наверное на подставные адреса сейчас мы про это еще поговорим вот но тем не менее они ужаснулись тоже не под не смогли получить по понятным причинам точную оценку но а проанализировав трафик который дрона передает между был бортом и соответственно наземной инфраструктуры на наземным пультом я так понимаю анализ проводился естественно с помощью решений аэроскоп они написали огромное ну скажем так резко и достаточно агрессивное письмо для всех федеральных ведомств которые используют диджай оборудование вплоть до запрета в этом ответственности в рамках соответственно их структур для тех кто его используют какова причина того что все и гражданские и федеральные и обычные службы используют технику диджай потому что вместо того чтобы вкладываться в собственное развитие можно потратить ну скажем так небольшие деньги на покупку уже готового решения который будет выполнять все эти функции которые от них требуются вместо того чтобы создавать свою инфраструктуру свой environment свою экосистему достаточно просто скажем так купить уже готовое решение его эксплуатировать это очень просто это соблазнительно просто учитывая тот еще раз подчеркну функционал который компания диджай скажем так внедряет свои дроны все свои 19 моделей данный подход он очень выгоден в краткосрочной перспективе но крайне не выгоден в долгосрочной потому что не имея собственного производства не имея собственных решений не имея собственной инфраструктуры мы соответственно скажем так садимся на игру решение которое нам подставляет внешний вендор мы не можем управлять этим внешним вендором а те против системы противодействия которым предоставляется в обратную сторону для спецслужб и скажем так компетентных органов она там варьируется от поставки к поставке проекта проект тоже нужно понимать то есть коллеги наши из поднебесной просто принимают решение кому как какой инструментарий дать как кому не давать как уж они это там принимают я не знаю как он работает значит техника диджай работает по цифровому каналу цифровой канал закрыт ключами закрыт ключом на дроне закрыт ключом на наземной станции значит происходит сквозное шифрование всего трафика но при этом естественно есть мастер ключ который поставляется вместе с решением аэроскоп вы можете вклиниться в это управление и посмотреть следующую информацию местонахождение дрона в данный момент высота его скорость направления внимание место взлета и еще смотрите отдельно место оператора потому что место взлета может отличаться от места операторы тайн это и та и другая информация представленного аэроскопе модель и серийный номер того дрона который вы сейчас наблюдаете а также адрес электронной почты регистрационные данные того пилота которые соответственно при первой регистрации при первом обновлении с данным дроном работу а не одна перепрошивка ни одна ни один jailbreak так называемый не позволяет менить серийный номер дрона поэтому серийный номер дрона это то что в нем остается всегда это что это аэроскоп прекрасно видит по серийному номеру дрона соответственно можно найти всех и вся вот если постараться и первое и второе значит это это тот то под чем регистрировался соответственно пользователь когда первый раз включал дрон и проводил его первое обновление он соответственно тоже будет виден в аэроскоп, потому что данная информация остается на дроне, она передается между дроном и наземной станцией. Выводы следующие. Нам в срочном порядке нужно дальше и использование соответственно альтернатив. Странно, что данный вопрос волнует только нас здесь сидящих, то есть меня говорящего и вас смотрящих. Но есть как бы эпизодические всплески, как упомянутый недавний инцидент, связанный с комиссией по связи с США и ее крестовым походом против компании DJI. На то у нее, безусловно, были причины и эти причины, повторюсь, есть в отдельном нашем видео. На этом все. Всем пока, до встречи.